МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это Молодежный форум, и с вами я, Максим Жамба. Сегодня в программе... Солдат все меньше безымянных. Подводим итоги летней вахты памяти. Прогрессив Карнаж. Знакомимся с любимым фестивалем красноярских металлхедов. Каждый год российские поисковики заступают на вахту памяти. Ведут работы на местах сражений Великой Отечественной войны. Благодаря их кропотливому труду, имена павших солдат постепенно возвращаются из небытия. Активно участвуют во всероссийском движении и поисковые отряды Красноярского края. Чем запомнится им это лето, расскажем в сюжете далее. Уже не первый год школьники Красноярского края принимают участие во всероссийском поисковом движении вахта памяти. С июля по сентябрь ребята отправлялись в экспедиции по стране для поиска солдат из нашего региона, погибших в годы войны. Благодаря их кропотливой работе на местах сражений Великой Отечественной увековечены имена многих героев. За шесть летних выездов были обследованы территории Республики Карелия, Тверской области, Смоленской области, Новгородской области. Наш поисковый отряд «Феникс» отправляется в Тверскую область, в Бельский район, на поиск, традиционно, как мы уже ездим, в места, где сражались наши сибирские формирования, в частности 78-я добровольческая бригада и 119-я Красноярская стрелковая дивизия. Наш поисковый отряд «Кедр» из Мамского района. Мы едем в Тверскую область, в Ржевский район, если точнее деревня, близ деревни Кокошино, на места боев, которые были во время Великой Отечественной войны. Цель нашей поездки основная – это попытаться поднять хотя бы несколько бойцов, которые там были. К такому важному делу, как исторический поиск, юные участники экспедиции подходили осмысленно. Я хочу участвовать в Паспи-Памяти, потому что важно сохранять память о солдатах, погибших в бою. Потому что у меня в семье был дед, который воевал, чтобы сохранить память о погибших солдатах. Всего в экспедициях принимали участие более 40 ребят из военно-патриотических клубов и объединений Красноярска, Бородино, Козульского, Большимуртинского и Манского районов. Меня на эту вахту позвал наш командир Яслава. Я как бы не раздумывая согласился и поехал на нее. Были мы, получается, под кейсингой, там в 4-5 километрах от деревни мы стояли. Когда находишь предмет, принадлежащий солдату, начинаешь чувствовать не азарта, а воодушевление. То есть рядом с этим предметом может находиться его владелец или даже множество людей, которые окружали этого владельца. И это значит, что появляется надежда на увековечение памяти еще одного бойца. Ребята из отряда «Феникс» под руководством Евгения Шаповалова считают себя опытными поисковиками. В этом году наш отряд, помимо поисковых работ, также примет участие еще и в юбилейных мероприятиях. В этом году исполняется 20 лет мемориалу воинам-сибирикам на деревне Плоское. 20 лет назад был установлен мемориал на могиле, на братской могиле, где покоится больше 12 тысяч воинов. И большая часть их – это военнослужащие 6-го сибирского стрелкового корпуса, в состав которого входила 78-я добровольческая бригада. Бойцы также продолжили работу по увековечиванию памяти солдат-сибиряков, павших на Бельской земле. На мемориальном Петропавловском кладбище в городе Белом была установлена памятная доска с именами четырех бойцов, два из которых являлись бойцами Красноярской 78-й добровольческой бригады. Вячеслав Углов, руководитель отряда «Енисей», признается, что из Карелии его бойцы вернулись с чувством выполненного долга. И действительно, итоги этой экспедиции поражают. Ребятам удалось поднять тела восьми безымянных бойцов, а в результате совместных поисков с отрядами из других районов было найдено 30 солдат. Мы, например, на вахте, у нас один медальон поднятый поисковиками Северодвинска. Мы присутствовали при прочтении. Простался отлично. Это уроженец Московской области. Даже могу сказать, Лебедев Михаил Николаевич. Мне написано было, что у него жена и трое детей. И, думаю, родственники точно найдутся. И это удачно. Это победа наша очередная, считаем, поисковая. Со своей личной поисковой победой вернулся, пожалуй, каждый участник поездки. Ребята признаются, что не так важно, сколько трофеев на счету отряда. Главное то, что они все делают общее и очень важное дело. Вот и теперь, когда они держат в руках часть военной истории, заметно волнуются. Каска русского солдата. Вот мы ее недавно нашли в эту экспедицию. И пусть официальные итоги летней вахты памяти еще не подведены, но уже сейчас можно уверенно сказать, что все экспедиции этого периода были успешны. За время экспедиции бойцами поискового отряда «Феникс» в сотрудничестве с московскими поисковыми отрядами «Единорог» и «Витязь» подняты останки 37 бойцов Красной Армии. Обнаружены два солдатских медальона, по одному из которых удалось прочесть и восстановить имя бойца. Им оказался боец 279-й стрелковой дивизии, уроженец Туркменской ССР Илов Рахман. Также бойцы отряда «Феникс» выполнили почетную миссию по доставке на малую родину останков Овсеевича Константина Михайловича. Уроженство села Большой Эльбин Саянского района, пропавшего без вести в ноябре 1942-го. Отряд «Кедр» за период вахты поднял тела трех бойцов Красной Армии. Отряд «Барс» – 13 солдат. Силами отряда в Сибири и Енисей были подняты три красноармейца. Проект продолжается. И следующие экспедиции вахты памяти начнутся уже в будущей весной. Если ты тоже интересуешься историей страны и родного края, присоединяйся к всероссийскому проекту. В нашей постоянной рубрике «День в истории» мы напомним, каким событием отмечена дата 9 октября. 9 октября – памятная дата военной истории России. Этот день – взятие Берлина русскими войсками в ходе Семилетней войны. Противоборство двух немецких государств в Центральной Европе привело к возникновению двух мощнейших блоков. Австрия и Франция противостояли коалиции Англии и Пруссии. В 1756 году началась Семилетняя война. Россия присоединилась к антипрусской коалиции и действовала в эту войну успешнее остальных сторон, одерживая блестящие победы. Во главе российских войск стоял генерал-фельдмаршал Петр Салтыков. Прусскими войсками командовал Фридрих II. 12 августа 1759 года состоялась битва при Кунерсдорфе, окончившейся победой русских войск. И дорога для наступления на столицу Пруссии, Берлин, была открыта. Однако только в конце сентября следующего, 1760 года, русские войска вошли в Берлин. Трофеями русской армии стали полторы сотни орудий, 18 тысяч единиц огнестрельного оружия, было получено почти 2 миллиона талеров контрибуций. Свободу обрели 4,5 тысячи находившихся в немецком плену австрийцев, немцев и шведов. Захват Берлина в военном отношении не представлял особенного успеха, но имел большой политический резонанс. Всеевропейские столицы быстро облетела фраза, произнесенная графом Шуваловым. «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». Чем сегодня живет рок-сцена Красноярска? Какие концерты и фестивали пользуются популярностью у местных команд и их фэнов? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из серии сюжетов о красноярском роке, которую мы запускаем сегодня. Знакомьтесь, рок-фестиваль «Прогрессив Карнаж». Лучшая регулярная вечеринка исключительно тяжелой музыки в Красноярске, по мнению как музыкантов, так и зрителей, на протяжении последних семи лет является фестиваль «Прогрессив Карнаж». Проходит он каждые два месяца, за исключением летних каникул. За эти годы через фестиваль прошли все лучшие группы не только Красноярска, но и других сибирских городов. Все чаще на фестивальной сцене выступают столичные и зарубежные коллективы. И это не случайно, ведь Карнаж вырос из регионального во Всероссийский фестиваль. Его концерты проходят в Москве и Питере, а наиболее успешные команды ездят в туры. И мы берем только лучшие группы, которые реально могут показать зрителю достойный материал, и они выступают на Карнаже. Мы стараемся с новичками не работать, но не потому, что нам не нравится с ними работать. Если они показывают хороший уровень игры, хорошую сцену, то ради бога Питная Карнаж всегда открыт. То есть мы именно держим марку качества. Мы просто, послушав аудиозапись ВКонтакте, мы не можем позвать группу, потому что, ну, все прекрасно понимают, что запись — это одно, лайв — это другое. Поэтому мы либо должны сами посетить концерт в Красноярске или в каком-то другом городе, либо, да, мы должны посмотреть на их живое выступление, желательно не раз, потому что бывает хуже, бывает лучше, понять среднее мнение об этой группе и уже в конечном итоге понять, работаем мы с ними или нет, приглашать или не приглашать. Новичкам эта система нравится тем, что есть соревновательный дух. То есть чем ты лучше, тем больше вероятность того, что попадешь на одну из лучших кор-вечерин на городе Красноярска. Поэтому все стараются максимально годно сделать материал и преподнести его нам, как организаторам. Попасть на концерты Карнажа стремятся все коровые группы. Выступать на одной сцене с признанными мастерами метал-сцены, гастролировать в туре Карнажа — это ли не мечта молодых музыкантов? Эта движуха собирает самые интересные команды из города, его окрестностей. Во-вторых, она проходит по всей стране, то есть участвуя здесь мы можем отправиться еще куда-то. И в принципе атмосфера Карнажа нам лично больше всего нравится в городе. Сейчас вы на Карнаже выступаете первый раз. Волнуетесь? Нет. Интересно, как публика примет наше творчество на этом фестивале в рамках прогрессии в Карнаже именно, потому что это другая культура. Мы раньше перед такой публикой не играли. Сет скомпоновали так, чтобы использовать самые интересные, самые яркие вещи из нашего творчества. Есть возможность какая-то заявить о себе, допустим, познакомить людей со своим творчеством, получить какие-то классные эмоции. Себя показать, как бы на людей посмотреть тоже. Отличная организация. Вот Гриша прям очень молодец, все грамотно делает, все по срокам, вовремя. Ну, организация очень нравится, да. Хочу пожелать всем ребятам поучаствовать в Карнаже, съездить хотя бы в городе два, хотя бы в один. Вот понять, что это такое. Ну, это прям круто. Многие музыканты выросли вместе с фестивалем и на протяжении всех семи лет с радостью выходят на сцену и делятся со зрителями бешеной энергетикой и драйвом. Ну, это как дом родной. Вот мы вот здесь всегда чувствуем себя спокойно, уверенно. И тут у нас всегда самые лучшие друзья и ребята, которые нас поддерживают. Поэтому выступить здесь для нас это всегда очень круто. Радуют команды, которые к нам приезжают. Они всегда уезжают просто только с позитивом, потому что у нас ребята крутые, горячие и готовы еще жечь под рог. Какое пожелание фестиваля? Здесь, куда всегда всему стремиться. Хочется пожелать только развития, только, может быть, расширения привлечь. Пусть больше людей приходит на концерт. У фестиваля есть свои фанаты, которые не пропускают ни одного концерта и всегда с радостью поддерживают свои любимые группы. Здесь очень приятная атмосфера, прекрасная музыка и зачастую здесь выступают самые лучшие группы, которые вообще есть, то есть вообще существующие. В общем, здесь нереально круто. Да, я очень хотела попасть на лайк за Unicorn и они наконец-то тут здесь прям. Ну это крутая движуха нашего города. Тут можно как бы заниматься Мошем, Слэмом. Ты можешь делать что хочешь. Это крутая культура, крутая музыка. Именно на концертах Карнажа впервые появились команды Мош Крю. А Слэм и Мош стал организованным. Это когда заранее подготовленные ребята на танцполе машут руками и изображают удары ногами. Крутят вертубки, устраивают хоровод, садятся на пол и делают лодочку. Мы собрали Мош Крю год назад. Мы приходим сюда, поддерживаем команды, отрываемся сами. Отличаются концерты тем, что тут более такой жирный звук. Это полнейший выплеск агрессии вообще. То есть все, что накапливается, это все помещается на танцполе бесконтактно. То есть никто не уходит покалеченный. Мы делаем то, что нам нравится. Мы крутим вертушки, воздух режем, грубо говоря. Я представляю 7-байт Мош Крю в Красноярске. Приходите на прогрессию в Карнаж. Это очень веселое и забавное мероприятие. Всех ждем. Очень круто. Прогрессив Карнаж с годами прогрессирует и становится круче. Оторвись и ты на концертах Карнажа. Ребята, группы, зрители, музыканты, все кто угодно, приходите к нам на наше мероприятие Прогрессив Карнаж. Вы получите уйму эмоций. Музыканты получат уйму опыта. И главное для музыкантов это шанс развиться и уехать в другие города, играть, потому что многие из наших ребят ездили по турам России и играли. А для зрителей это, конечно же, качественное шоу, годная музыка и очень много хорошего настроения. Приходи на Карнаж и смотри молодежный форум. Далее анонс самых интересных событий предстоящей недели. Наша постоянная рубрика «Молодежный календарь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А на сегодня все. Сюжеты программы, вышедшие в эфир, ты можешь найти на сайте молодежный форум 24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и Вся Россия. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте. Смотри молодежный форум. Пока! Субтитры подогнал «Симон»